Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, почему все должны приветствовать? Здравствуйте! Вы на канале Годуновский Бройлер. Я Елена с вами. Хочу с вами здороваться, как если вы мой сосед, который ко мне зашел в гости. Я же вам у калитки не буду говорить. Проходите, пожалуйста, вы в доме у Елены. Так что общаемся по-человечески, а не формально, правда? Так. Здорово я встала. Вообще ничего не видно. Так, ребят, мне надо выключить свет. И я хочу вам показать, как я делаю мини-клубни из картофеля. Что получается? У меня есть как раз сейчас выросшая рассада. И пока ее рановато копать, в общем-то она зеленая вся, но вы увидите. Просто на будущее имейте в виду, что таким образом можно обновлять картофель. Я вам так скажу, я не селекционер. Я это тоже вычитала и высмотрела, и это приобретенный опыт у меня многими годами. В общем, все так получается. И картофель действительно вы получаете. И с клубней, мини-клубня, которую вы посадили через год, с каждого из них получается очень хороший урожай. Как-то у меня было даже с каждого практически чуть не ведро. То есть это... Я вам, короче, все покажу, да? Чего рассказывать-то лишний раз? Надо показать. Сашка уехал в Москву. Воспользуемся этой уникальной возможностью. Возьмем его секатор. Секатор Фискрос. Это для его винограда. Он самый острый у нас в доме. После моего языка. И им мы отрезаем хорошую, качественную ветку картофеля, которая точно отцвела, но не заражена фитофторой. Отрезаем ее по всей длине. У меня есть сомнения в посадочном материале, приобретенном нами у соседа. Условно сосед подарил. Мне понравился этот фиолетовый картофель. И я хочу обновить его посадочный материал, потому что я не знаю, сколько ему там дней, лет, тысячелетий. Вот такие фиолетовые у него ветки. Очень симпатичные. И вот видите, уже он начался, фитофторост, вот кое-где. Поэтому мы долго не тянем. Вот здесь свежак. Сейчас я выстригаю ветку. Вот такая веточка получилась. Смотрите, издалека. Вот такая. На листьях уже кое-где появляются пятнышки. Поэтому постарайтесь найти без фитофтороза. Это, в общем, важно. Смотрите. Знаете, что такое между узлей, это вот это расстояние. У кого-то оно длинное, у кого-то короткое. Самым острым инструментом, который найдете в думе, мы отрезаем примерно 3 см ниже листа и 1 см выше листа. Нет, не сантиметр, давайте 2 оставим. Вот так. Ну, пополам растрижем. Здесь короткие достаточно между узлей. Вот на такие куски. Одной ветки так, кстати, вот мне будет вполне достаточно. Вот до такой толщины. Толщина больше карандаша. В диаметре миллиметров 8. То есть вот эта макушка нам с вами не нужна. У вас остаются вот такие кусочки. Их мы будем с вами закапывать в землю. Весь лист я не оставляю. Я сейчас отрежу половину. То есть я оставлю буквально немножко. Сделаю вот такую манипуляцию. Вот что получилось в итоге. Вот такая кочерыжечка. На моей старой грядке из-под лука сидираты взошли. Это горчица. В общем-то и хорошо для картошки пойдет. Значит копаем такую борозду примерно сантиметров, наверное, 5 внутрь, вниз. И в одну из сторон, вот таким образом укладывая лист, я просто втыкаю до пересечения еще дополнительно этот мой росточек такой. Постарайтесь не сломать лист. Он не обязательно должен быть вертикально. Просто листик отламывать не нужно. Потому что лист дает определенное там питание какое-то время. Вот. Листья еще раз повторю, я обрежу сейчас. Вот на расстоянии 5-7 сантиметров. Вот так вы эти листочки все воткнули. Вот у меня один сорт. И вот у меня немножко здесь еще 1, 2, 3, 4. 5 черенков другого сорта. Видите, более тоненький даже. Я в общем не стала выискивать. Больший лист. И вот это дело все. Вот так вот вы прикапываете. Земля сырющая, мокрющая. Один момент. Это все должно быть находиться будет у вас в тени. Иначе эти листья быстро сгорят. И вы в итоге не получите ни листок лубни. И вообще не найдете, где вы закопали там что-то. Вот так. Сейчас я это дело прихлопну. Здесь сделаю еще одну. И в ту же сторону уложу листья и тоже прихлопну. Понятно, да? Вот таким образом. Не забудьте, где вы это сделали. Обязательно поставьте метку. Вот второй ряд. И вот я его закапываю полностью. Я закапываю эту тычечку целиком. Мне кажется, что так меньше испарения из этой палочки идет. Поэтому я закапываю целиком. Немножко даже вот тут горчичкой. Ничего страшного. Вот таким образом. Все. Их не видно. И сейчас буду закрывать. Вот таким образом отрезала все максимально верхушки, которые не нужны. Если вы сверху это дело прольете фитоспоринчиком, будет только лучше. Вот я нашла у кровного кусок. В общем-то не важнецкий, конечно. Но для наших целей его предостаточно. Мы просто притеняем от солнца. То есть вот таким образом. Немножечко. Чтобы лист не подсох. Чтобы он, как знаете, цветок, который поставлен в воду. Чтобы дать корни, да? Если мы черенок делаем, черенкуем. Мы же его на солнце с вами не выставим. И вот ящиком я еще раз утеняю. И в то же время прижимаю свою кровную. Все. Больше я ничего делать не буду. А так как у нас ливни круглодневные, круглосуточные и уже кругломесячные. То как раз то, что доктор прописал в плане погоды. Для такого дела. Не знаю. Выкладывать сейчас это видео. Чтобы вы тоже смогли это сделать вместе со мной. Попробовать в этом году. Но тогда я не покажу вам результат. Короче, вот такой способ приносит с фалангу пальца маленькие такие картошинки в пазухе листа. Эти картошинки я сильно зеленю в теплице в своей. Достаточно долго, чтобы они прям наглухо зеленые были. И весной я их сажаю как рассаду. То есть я их могу посадить прям в горшки. Или второй вариант. Так, Сашкин секатор чуть не забыла. Королу прибьет. Так, на место надо положить. Мы не брали, если что. Вы не рассказывайте ему. И посадим в горшки. И дальше что получается? Сажаем потом как рассаду. Или снова же закапываем в опил во влажное. Они у вас пускают очень много корешков. Такие прям махнушечки получаются. И их уже в том числе и с рассадными вариантами. Я сажаю таким образом. Вот это в частности рассада. Вот этот кустик получается вот этот такой. Из одного маленького клубенючка. То есть он несколько имеет стволиков. Видите, точечные из одного места они все растут. И вот таким образом. Вот здесь два. Два куста. Сразу скажу, что эти мини клубни меньше, чем фаланга пальцев. Они обычно пересыхают очень сильно. Хранятся я их храню в холодильнике уже зеленые всю зиму. Я делаю бумажный конвертик. Складываю их туда. У меня их не больше там 10, ну максимум 15 штучек. Из них 5 я точно по весне выброшу, потому что они плохо сохранились. А остальные посажу. И вот либо рассадным способом, либо вот так. Вот с этого куста все, что я выкопаю, будет являться посадочным материалом. Ну, за исключением самых крупных клубней, потому что они здесь тоже могут быть. Ну и за исключением клубни меньше, чем яйцо. Вот то есть перепелиное яйцо уже нет. А вот куриные молотки, вот примерно такие картошинки я беру на посадку. Вот такая вот история у нас с рассадой картофеля и с обновлением посадочного материала. Или с борьбой с болезнями. Вот такая картошка большая, когда она взрослая. Вот эта рассадная, а болезней у нее случается меньше. Потому что листоклубни не награждаются теми заболеваниями, которые несут в себе обычные клубни картофеля. и патогены с них выпадают. То есть это листоклубни, а не выращенные клубни на корнях. Так, это ты картошку, значит, решила копнуть, да? Ну вот один куст вышел, а вот это вот второе недоразумение. Ну, по первому, если судить, у нас точно радиации на участке нет? Надо все измерить еще раз. Ну-ка давай руку возьми. Не, не пачкаться. Вот такая. Обалдеть. Вот, симпатичная, да? Слушай, ну это капец. Ты разрезала, она нормальная, да? Вот срез случайно, видишь, как? Нет, не пустая. Ну надо бы, конечно, давай вот так тягнем ее. Давай. Да нет, она нормальная, что тут видно. Да, с меткостью у тебя не очень. Ну должно быть у меня, с чем-то не очень. Ты чипсы что, решил лопатой сделать? Да, ну я и... Ладно, хорошо, нормально, давай, это, вон тот еще куст копни, покажи нам, что там повышится. Вот здесь уже сразу... Это жуковская, ссор картошки жуковская. Корчит сверху картофелина. Вот. И вот можно сразу... Вот, кстати, если хороший куст будет, на семена можно брать, потому что она зеленая. Уже прозеленена. Я всегда зеленю клубни. Хранятся лучше, потом прорастают ровнее. Пожалуйста, не ругай, как я буду копать, а копаю, как я копаю. Нормально, я устроился, она копает, я снимаю, да? Ну ничего. Меня обычно обвиняют в том, что я ничего не делаю. А ты бедный д'Артаньян. Расстрескалась от лаги. Да вообще, я удивляюсь, почему она вся не сгнила еще при такой влаге, если честно. Сейчас я вот с этой стороны. И вот здесь. Да, если так будешь копать... Я всегда, Саша, копаю так. Зато меньше все урежу. И у меня... Своя метода, видишь, я не поднимаю слишком много земли. У меня, чтобы спину не срывать. Да, нормально, смотри, кто такой алюминий. Все? Нет. Я думаю, что вот здесь. Да нет, нет. Все. Спокойся. Что? Хруст характерный, что? У тебя или в земле? У меня тоже, но пока в земле. Нет, тут, наверное, все, что ли? Или я так рою плохо? Ну, нет, этот небольшой, правда? Ну, да, так, ничего особенного. Ну, есть тоже. Крупненькие. Есть всякие. Но вот этот первый что-то совсем... Ладно, вот, в общем, короче, копнули, так скажем. Разочек. Сейчас в Москву. Ну, смотри, ветки мощные, есть очень хорошие. Прям вон еще хоть, еще месяц будут жить. Но это самый ранний сорт. Он первым приходит в негодность. Его уже пора выкопать, в принципе. Он там, что ли, что цветочек еще не доцвела до конца. Да вот там, вон тот картошник, смотри. Там вообще все зеленое. Вообще все зеленое. И там вот с той стороны тоже забор. Хотя, на самом деле, мы же в середине августа уже во все должны выкапывать. Ну, смотрите, земля очень сырая. Может быть, не будет дождей какое-то время хотя бы, чтобы это сам подсохло. И ботву надо бы обрезать. Но некогда, вот забой только закончился. Ладно, все, вот такая картошка у нас большая, крупная. Плохо, но не нравится мне такая-то ее. Лучше, конечно. Хранить ее тяжеловато. Нормального размера. Да, лучше поменьше. Ну, не совсем мелко, но оптимально. Я думаю, вот, идеальный клубень. Ровный, его хорошо чистить. Все у него, чтобы было гладко и хорошо. Вот такой даже мне нравится больше. И сваришь нормально, и ничего. А эти, черт знает, как вот их варить? Вот так, в ведре? Ладно. Ну, хотя бы картошка какая-то есть. Короче, в этом году мы точно с картофелем, и я боюсь, что опять с перебором. Ты подожди, не зарекайся. А то сейчас начнешь копать где-нибудь там в том месте, там окажется, что крыса все съела или загнила картошкой. А все тут неоднозначно. Дорогие. Вот, короче, когда вы копаете картошку, не поленитесь. Выдергивайте сорняки с корнем. Сейчас это удобно. Обрати внимание, вот туда. Видишь, у нас картошка есть? Отсвечивает солнце. Ну, короче, это сорняк. Да, это понятно. И его сейчас выдернуть с корнем достаточно просто. Вот таким образом. И выбрасывайте все это. И тогда при перекопке у вас будет минимальное количество сорняков, потом порезано, корней порезано. И вы не будете страдать так сильно от того, что картошка зарастает. Это потому что, ну, неприятно и полоть ее неудобно. Ветки ломаете в большей степени. Чтобы она у вас минимальное количество сорняков имела. И тогда вам будет проще и удобнее им все. И вы не будете бояться перепакивать ее несколько раз. Да. Картошку мы не полим, напоминаю. Вот. Все. Ну, по ней видно, блин, вон, сарастут сорняки. Ну, и ничего, растет вот нормально. Они не мешают совершенно ей. Особенно, когда там и ветки сильнее, и все, чем у сорняков. Все, закругляйся. Все, 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 все. Прощаюсь, до свидания. До свидания, все хорошо. Прощаюсь, до свидания.